This conference will now be recorded. И мы будем с вами говорить на эту тему. Какому именно курсу данного центра посвящен этот семинар? Сам курс называется делопроизводство документационное обеспечение управления. Это 36-часовой курс, 36 академических часов, который охватывает достаточно большое количество тем. Подробная программа, я не буду останавливаться сейчас на ней, подробная программа этого курса приведена на сайте. Я думаю, что записываясь на семинар, вы, скорее всего, поинтересовались тем, что же будет изучаться на этом курсе, что вам необходимо, для каких-то целей вам эти задачи интересные, нужны. И я сейчас в течение, у нас с вами академический час, 45 минут, расскажу, что именно, чему именно этот курс посвящен, какие моменты следует выделить отдельно, на что обратить внимание. Значит, несколько слов обо мне. Меня зовут Левина Светлана Марковна, видите здесь мой волшебный портрет. Значит, что касается моего опыта работы в этой сфере, то я практик, занимаюсь этим с 1987 года, пройдя, так сказать, все возможные и невозможные этапы в этом процессе. Я работала в основном и работаю на руководящих должностях и также в течение этого, достаточно длительно, как вы видите, в течение этого срока мне случалось создавать системы, ставить делопроизводство с нуля во многих организациях больше одного раза, в разных, очень разных организациях по уровню, создавать систему электронного документа оборота. Больше тоже, чем один раз. И, так сказать, иметь дело со всеми аспектами этой деятельности. Что касается, даже мы можем сейчас, мы будем с вами об этом говорить, речь даже будет идти, ну, я имею в виду на курсе, речь будет идти, даже более широкое понятие мы с вами будем охватывать. Не только делопроизводство, но и управление документами, и управление знаниями, даже в более вот таком широком охвате, потому что сейчас только документационное обеспечение, документы, да, но мы управляем информацией, мы управляем знаниями, мы управляем всем информационным фондом, ну, по-хорошему должны, да, управлять тем информационным фондом организаций, поэтому здесь вопросы достаточно серьезные, то, что называется сейчас, так сказать, вызовы времени, перед нами стоят весьма и весьма серьезные, и, конечно, на это накладывается еще определенная специфика, определенные обстоятельства и, собственно, тот прогресс, и мы живем, в общем-то, в 21 веке, и, конечно, здесь нужно говорить о том, что и электронные документы, в общем-то, выходят уже практически на первый план и начинают превалировать во всех наших сферах деятельности, электронные системы, электронные документы, цифровые технологии и так далее, то есть все это очень актуально, и здесь очень важно понимать, что мы должны быть также идти в ногу с этим прогрессом, поэтому об этом много говорим и на курсе. Значит, система электронного документа оборота, я коснусь этого чуть позже, где и как это раскрывается, то есть опыт в этой сфере весьма велик, обширен и разнообразен. Что касается Центра специалистов, я хотела бы также сказать о нем несколько слов. Центр специалист при МГТУ имени Баума, Центр компьютерного обучения, специалист, достаточно заслуженная в этой сфере деятельности организация, находится на рынке образовательных услуг уже 28 лет, весьма заслуженная, имеет и награды, и почетные грамоты, в том числе от Совета Федерации, то есть это весьма почтенное учебное заведение, которое предоставляет огромный спектр услуг в этой сфере. Как вы видите, цифры здесь весьма впечатляющие и большое количество и выпускников, и корпоративных клиентов, большое количество учебных классов и комплексов обучения. Ну, сейчас, как вы понимаете, в связи с спецификой момента, обучение происходит все в онлайн-режиме, что в принципе не является для данной организации чем-то совершенно невероятным, новым и сложным. Вебинары, обучающие вебинары, участие в занятиях в форме вебинара, это было доступно и, возможно, в Центре уже много лет, поэтому сейчас просто, так сказать, очная форма обучения на время пока приостановлена, но, скорее всего, будет так, что она вернется опять, потому что все-таки очная форма, она предполагает, скажем так, другие, другие немножечко формы взаимодействия между преподавателем и слушателями, что весьма важно, в том числе, например, и в том курсе, о котором мы с вами будем говорить, я об этом скажу чуть позже. Достаточно нового, видите, 250 преподавателей, экспертов и более тысячи самых разных курсов. О чем мы с вами будем говорить? То есть говорить не только сейчас, а не столько сейчас. Конечно, у нас сейчас с вами ознакомительный семинар, то есть, скажем так, общий информативный. О чем, конечно, будет большей частью речь идти на самом курсе. Значит, мы будем с вами говорить о следующих аспектах. Мы обязательно будем говорить с вами о, ну, собственный курс называется, да, делопроизводство, документационное обеспечение управления. Мы будем говорить с вами о том, что это такое, что это такое и для чего это нужно. Конечно, есть определение, есть понятия, которые охватывают эти все аспекты. И мы с вами будем это разбирать. Значит, что такое делопроизводство? Деятельность, которая обеспечивает документирование, документооборот, оперативное хранение, использование документов. То есть это деятельность, связанная с жизненным циклом документа. Что такое документационное обеспечение управления? Это деятельность, которая целенаправленно обеспечивает процессы управления документами. А что такое, собственно, управление документами как таковое? Это, опять же, деятельность, которая обеспечивает реализацию политики и стандартов в сфере управления документами. То есть те все политики и стандарты, которые у нас в организации должны быть для того, чтобы мы управляли документами. Вы скажете, зачем вообще все это нужно? Да, и сейчас у нас свобода, да, все сидят дома, все работают удаленно. Но о каких же документах идет, может вообще идти речь? Мы все по WhatsApp работаем. По WhatsApp работаем, по электронной почте переписываемся и так далее. Вольница такая в некоторой степени. И вот здесь нужно быть очень внимательным, потому что это очень большой риск и очень большая опасность. Утратить контроль в этой сфере. Вот находясь в такой ситуации несколько неожиданным и выбиты из привычной колеи. Мы оказались в ситуации, в которой мы раньше не были. И надо сказать, что здесь, конечно, организации очень разные, и они по-разному эту ситуацию решают. Но здесь есть очень много важных аспектов, которые мы также будем с вами затрагивать, о которых мы будем говорить. Ситуация вот такая, в которой мы с вами оказались, ну, надо полагать, что она не продлится вечно. Это первое. А второе, здесь те сотрудники, те руководители, то есть все те, то есть мы с вами, все те, кто относится к сфере управления документами, кто занимается этим профессионально, кто обеспечивает документационное обеспечение управления. Мы здесь очень хорошо должны понимать, что мы не можем позволить себе утратить контроль. То есть пустить все на самотек и сказать, да, ничего страшного, пусть как-нибудь вот попереписываются, пусть как-нибудь там что-то такое поделают, вам по телефону пусть поговорят, ничего, все хорошо. У нас же ситуация сейчас такая, вот мы все оказались вот в такой вот ситуации, ну, вот как-то. Это очень опасный ход и очень опасное, скажем, решение, да, проблемы, потому что ситуация вот та, что сложилась, она не освобождает ни нас, никого бы то ни было другого, ни организации в целом от ведения делопроизводства. Она не обнуляет и не сводит на нет политику и стандарты в сфере управления документами и не говорит о том, что мы можем все утратить, потому что проблема именно в этом. Мы можем утратить документы, мы можем утратить доказательную базу, мы можем утратить возможности вообще продолжать свою работу, мы можем утратить и как принятые решения, принятые управленческие решения, так и возможность фиксировать и контролировать их исполнение. То есть организация, по сути дела, утратив контроль над своими документами, над своим документационным фондом, может потерять контроль над ситуацией в целом. И может возникнуть такой момент, когда очень много будет утрат и проблем в связи с этим. То есть работа с документами не останавливается. И мы говорим о том, как же нам управлять документами вот в такой ситуации. Да, ситуация, конечно, временная, да, но у нас есть и более серьезный вызов, пандемия закончится, и мы будем более-менее, так сказать, возможности у нас будет более гибкого подхода. То есть мы будем работать. И сейчас, надо сказать, что далеко не все сотрудники, не все поголовно сотрудники всех поголовно организаций ушли на, находились на удаленной работе. Все равно есть те специалисты, те сотрудники, которые все равно находились в офисе, работали, в том числе, это и те сотрудники, которые занимаются работой с документами. То есть те, как мы с вами, которые относятся к сфере документационного обеспечения управления. Поэтому, естественно, мы здесь говорим о том, что пандемия закончится, и ситуация, так сказать, стабилизируется. У нас есть и другие вызовы времени. У нас есть и такая ситуация, когда мы работаем с электронными документами. Когда у нас цифровизация, когда у нас электронные системы и так далее. Поэтому, каким образом, мы будем об этом также говорить в курсе обязательно. И этому уделяется внимание. Как нам, конечно, ни в коей мере я не пытаюсь претендовать на, скажем так, то, чтобы быть истиной в последней инстанции. Конечно, все мы люди, мы реалисты и, так сказать, понимаем, как складываются события. Поэтому понятно, что нет таких решений, нет готовых формул, раз и навсегда устоявшихся, которые действуют безоговорочно везде и всегда. Каждая организация принимает решения для себя, опираясь на то, что у нее есть в ее распоряжении, теми базами, теми технологическими возможностями, которые она располагает. Поэтому, естественно, решения могут быть разные, но мы обязательно должны это учитывать, потому что и скорость, так сказать, развития всех этих событий, всех этих процессов, она достаточно велика. Не всегда удается, не всегда, к сожалению, удается шагать в ногу со временем, но к этому нужно стремиться. Не все здесь зависит от нас. Мы будем говорить и о технологических, и о, прошу прощения, не технологических, а нормативных основах здесь. То есть те законодательные акты, те документы, те решения на уровне законов, на уровне постановлений и так далее, те документы национальных стандартов, то есть то, чем мы руководствуемся в своей сфере деятельности, мы обязательно об этом будем с вами говорить. То есть то, чем руководствуемся мы и как мы можем это использовать, обязательно мы будем об этом говорить, что есть, чего нет, что хорошо, что плохо. Увы, не все идеально здесь, но мы, тем не менее, обязательно коснемся самых современных документов, которые регламентируют нашу сферу деятельности в области делопроизводства и также архивного дела. Архивному делу мы посвятим в этом курсе, еще раз напомню, курс 36-часовой, 36 часов. Он длится, он состоит из девяти модулей и предпоследним модулем, восьмым, является модуль архивного дела. Модуль очень-очень сжатый, очень лаконичный. Безусловно, это очень большая тема, ее достаточно трудно осветить в течение четырех академических часов, поэтому мы затрагиваем здесь самое важное. Есть отдельный курс архивное дело, и там мы вопросы этого касаемся, потому что это неразрывные вещи обязательно должны присутствовать. Мы сейчас чуть позже об этом с вами говорим. Что касается вопроса, который здесь задан Ольгой, для составления номенклатур дел, раз мы заговорили уже об архивном деле, учреждения для документов ДСП, какие нормативные документы можно использовать? Значит, коллеги, что касается документов ДСП, то есть документы для служебного пользования, то при составлении номенклатуры дел они обрабатываются и включаются в номенклатуру дел, так же, как и все остальные документы. Вы только обозначаете, что это будет номенклатура дел, что это дело будет иметь гриф ДСП и будет обрабатываться соответствующим образом. То есть в номенклатуре дел это просто выражается в качестве дополнительной информации, что это дело ДСП. А вот как ведется обработка самого дела, когда вы его уже формируете, вот здесь есть определенные специфические особенности, сейчас мы их касаться не будем. В номенклатуре дел это просто все действующие нормативные акты, о которых мы говорим с вами, они к документам ДСП тоже имеют отношение. Для служебного пользования это не государственная тайна, то есть здесь это не закрытые документы, это не секретное дело производства. Поэтому здесь есть свои специфические особенности, но они могут быть определенным образом выражены, зафиксированы. Мы обязательно на курсе об этом говорим. Значит, как мы делаем то, что мы делаем? Чем мы руководствуемся? Мы руководствуемся, как уже было сказано, теми нормативными документами, которые у нас есть. Как мы это делаем? Мы, естественно, следуем, придерживаемся тех требований, которые есть. Еще раз обращу внимание, что, конечно, современные требования каким-то образом подстегивают нас к принятию новых решений и поиску новых путей, но это не значит, что отменяется все то, что у нас было и все, что у нас есть. Мы можем создавать документы в электронном виде, но это не значит, что они не должны быть созданы с учетом требований тех документов, тех ГОСТов, которые у нас есть. И мы обязательно будем касаться достаточно подробно ГОСТа оформительского, ГОСТа 7097 2016 года, в котором эти требования зафиксированы. То есть, да, цифровизация у нас, да, у нас удаленка и так далее, но это не значит, что мы не оформляем документы, не создаем их в таком виде, чтобы потом мы имели зафиксированными все те решения, все обстоятельства, всю специфику нашей работы, и чтобы мы потом имели возможность к этим документам обратиться и их использовать. То есть здесь обязательно будут рассмотрены вопросы, конечно же, хранения, потому что это единый процесс работы, создания документов, работы с ними и последующего хранения. Значит, для чего нам все это надо? Для того, чтобы создать, и чего мы хотим добиться? Мы хотим добиться, чтобы у нас была система документооборота, электронного или неэлектронного, такого, как мы сможем создать. Те возможности, которые у нас есть, подскажут нам, что именно мы сможем сделать, мы хотим создать систему документооборота полностью сбалансированную, юридически значимую и поддерживающую все те потребности, которые есть в организации и по возможности отвечающую, опять же, современным требованиям и вызовам. То есть для того, чтобы система была надежной, для того, чтобы система была сбалансированной, чтобы она была взвешенной, чтобы она была доказательной, чтобы она была юридически значимой, чтобы документы, создаваемые внутри нашей системы, были в том числе юридически значимыми, имели юридическую силу и юридическую значимость, это разные понятия, Но чтобы они были таковыми, мы обязательно должны понимать, как это делается. То есть да, мы уходим, у нас нет сейчас возможности и нет такой возможности в принципе во всем мире полностью абсолютно погрузиться в этом вопросе цифровую среду. Но, во-первых, все-таки очень большой груз, скажем так, документов, созданных в ближние времена, то есть документов бумажных. И эти документы, они есть, они работают и с ними нужно считаться, их нужно обрабатывать, их нужно хранить и так далее. Поэтому обязательно это есть. И, конечно, новые уже документы, созданные в электронном виде, которым есть определенные требования, которые есть определенные особенности специфические, конечно, это также все имеет значение. И чаще всего все-таки в организациях создается, скажем так, ну гибридный такой документооборот. Работа с документами происходит и в электронном виде, и в бумажном. И опять же мы говорим здесь о том, что это должны быть интегрированные системы, и они должны быть связаны со всеми другими системами в организации. Система работы с документами, она не должна быть, скажем так, изолированной, а должна быть интегрирована во все корпоративно-информационную систему. Есть такой термин. Так, что случилось со звуком? Сейчас, коллеги, что случилось, что-то случилось со звуком? Коллеги. Нет звука, коллеги. Слышно? Есть звук? Нет, просто написал. Есть звук, все в порядке. Хорошо. Да, все хорошо. Ага. Просто написал кто-то из коллег, что звук пропал. Слышно сейчас. Все хорошо, слава богу. Я думаю, что звук пропал. Значит, ГОСТ 7.0.97-2. Это новый действующий ГОСТ. Мы очень большое внимание на этот курс и ему уделяем. Это ГОСТ, по которому документы оформляются и должны оформляться. То есть все обстоятельства, как уже было сказано, нашей жизни, при входящей, они никак не отменяют этот ГОСТ и требования к нему. Поэтому мы очень подробно этот ГОСТ рассматриваем. ГОСТ 7.0.97-2016 года. Очень подробно его рассматриваем. Со всех точек зрения. Еще раз. Хорошо, давайте я напишу. Ой, не ГОСТ, конечно, ГОСТ. ГОСТ. ГОСТ, конечно, коллеги, да. ГОСТ 7.0.97-2016 года. Значит, мы очень подробно рассматриваем на курсе. Это, собственно, наш основной фарминский ГОСТ, который нужен для того, чтобы документы оформлять. Поэтому мы... Огромное количество здесь есть важных моментов, реквизитов, которые придает документам юридическую силу. Как я уже говорила, мы хотим, чтобы у нас наша система была... Работа с документами юридически значима и так далее. Поэтому... Давайте двинемся дальше. Значит, ГОСТ понятно, да. Давайте, значит, двинемся дальше. Значит, что интересного есть? Да, это, скажем, не самый веселый курс. Естественно, потому что он, в общем, связан с достаточно такими серьезными вещами. Но есть, конечно, как и в любой сфере деятельности, здесь есть интересные определенные моменты. И те слова, которые здесь перечислены на экране, не думайте, что это бессмысленный напор слов. Вовсе нет. Здесь речь идет о постулатах успешного управления документами. Что значит постулаты? Конечно, они нигде не зафиксированы, коллеги. Это не значит, что это какие-то нормативные документы или какие-то основополагающие вещи. Это, скажем так, просто результат моей большой практической деятельности и богатого жизненного опыта. То есть я здесь могу поделиться тем, что я знаю и умею. И, собственно, максимум того, что я знаю и умею, я и всегда предлагаю слушателям на курсе. Поэтому и здесь, так сказать, в течение, во время курса я еще и упоминаю эти постулаты для того, чтобы было понятно, где и как они применимы или предложимы. Ну, так сказать, просто они здесь перечислены, скажем, в такой датипной форме, чтобы было понятно, о чем идет речь. Сейчас я коротко их характеризую. Значит, афера – это не афера, да, афера, знаете, что это такое. Что имеется здесь в виду? Здесь мы говорим о том, что наша деятельность в сфере делопроизводства документационного обеспечения управления весьма, как бы это вам сказать, весьма сложна. И она сопровождается нашей деятельностью с большим количеством рисков. Это связано с очень разными обстоятельствами, которые в совокупности дают как раз такую ситуацию, которая ведет нас к вот этому самому первому постулату. Я буду много раз к нему возвращаться на курсе. Его можно сформулировать более развернуто, а именно взвешивайте риски. Это самый основной постулат, который связан с нашей работой, потому что все, что мы делаем, это в определенной степени риск. И он может повлечь с собой достаточно серьезные последствия, которые могут отразиться на всей организации в целом. Поэтому мы всегда должны понимать то, что мы делаем, и взвешивать риски. Манера имеется в виду стиль. Стиль чего? Стиль управления. И здесь, опять же, очень важно понимать, что система управления организацией и стиль управления организацией, много говорим о роли руководителей организации в целом и, так сказать, определенных структурных подразделений, когда говорим о нашей сфере деятельности, стиль управления организацией, руководства организацией напрямую влечет за собой соответствующую систему управления документами, систему делопроизводства, потому что одно отражает другое. Так как организация управляется, так и происходит работа с документами. Поэтому здесь есть прямая зависимость. Ну, фанера имеется в виду все-таки то, что нам помогает, да. Ну, вы знаете, фанера, что это достаточно вещь, если мы выступаем на сцене, то это не очень хорошая вещь. А вот если мы создаем себе определенную базу локальных нормативных актов, и мы должны это делать, мы обязательно об этом говорим на курсе, потому что это очень важный момент, без создания локальных нормативных актов мы не создадим нужную систему, мы не зафиксируем все специфические особенности работы с документами нашей организации, и мы просто не будем знать, что делать, и не будут знать, что делать и наши сотрудники. То есть это все должно быть зафиксировано и прозрачно. Вера и мера. Это очень два важных момента, что имеется здесь в виду. Здесь имеется в виду, что мы делаем только то, что необходимо, и только то, что достаточно. Мы делаем только то, что нам предписано делать, и как мы это делаем, мы делаем это так, как мы должны это делать. Мы не делаем лишнего, мы не пишем лишнего, и ни при каких обстоятельствах мы не сочиняем чего-то, чего сочинять не нужно, и не пишем чего-то, чего сочинять не нужно. А да, говорят, а вот давайте еще вот на всякий случай вот и это еще напишем. Не надо писать того, что лишнее, что не требуется. Поэтому это здесь речь идет в том числе и о составлении документов, не только об оформлении, но и составлении документов. И мы об этом также достаточно много говорим на курсе. То есть как составлять документы для того, чтобы вот с учетом всех тех обстоятельств, о которых мы с вами говорили, о которых говорилось выше, о которых много говорится на курсе, как составлять документы так, чтобы они отвечали всем нашим потребностям и помогали нам создавать в нынешних условиях юридически значимый документооборот. Что поможет сделать, что курс, так сказать, для каких он может служить цели, да? Ну, во многих случаях многие слушатели говорят, что у них есть необходимость систематизировать имеющееся знание. Например, человек поступил на работу и в течение какого-то времени просто слушал то, что говорят сотрудники, предыдущие коллеги и так далее, и каким-то образом, так сказать, вникал в эту тему. Возник момент, такой момент периодически наступает, когда появляется необходимость знания систематизировать. То есть возникает вопрос, если я это делаю вот так, почему? Потому что мне Мария Ивановна так сказала? Или потому что есть в этом действительно рациональное зерно, и так делать нужно? Или этого совсем не обязательно делать? Поэтому эти моменты могут быть учтены. То есть курс поможет систематизировать вот эти знания, если они есть, или получить базовые знания. Еще раз напомню, что курс базовый, 36-часовой, то здесь основные понятия, основные, так сказать, специфические вещи. Ну, конечно, в каждой организации это по-своему бывает. Мы все-таки ориентируемся на базовые знания и на базовые понятия и подходы. Это здесь будет дано. Значит, естественно, мы говорим о том, как это применять на практике, то есть как знания эти применять, что можно делать. Естественно, чего делать не надо, об этом мы также говорим. Чего делать не следует, об этом мы также говорим. То есть это практическое применение. Как не совершать ошибок в управлении, как избегать, скажем так, наиболее очевидных ошибок. Потому что когда вы знаете, как это делается, как это делается правильно, а не потому что Мария Ивановна так сказала, как это делается правильно, как это делается в соответствии с существующими требованиями, Как это делается в соответствии с нормативными документами, которыми мы руководствуемся. У вас всегда есть шанс сделать это правильно. И это лучше, чем делать неправильно или как попало в случае, если мы не знаем, что именно и как мы должны сделать. И мы говорим о том, как нам все-таки сделать так, чтобы научиться, чтобы управлять документами с учетом современных требований, то есть в тех условиях, которые у нас есть, перед которыми мы поставлены. Ну, не всегда это наш выбор, но как-то нам нужно применяться к этому и этот выбор оправдывать. Значит, здесь хочу обратить ваше внимание, что курс этот не, конечно, не единичный, то есть он все-таки находится в цепочке курсов, которые, так сказать, связаны с аспектами, всеми различными аспектами, так сказать, офисной деятельности и различных офисных программ базовых. Значит, курс дел производства, документационного распространения и управления, естественно, связан логически, логически связан с курсом архивное дело. В этом курсе мы подробно в течение 16 часов уже говорим о том, как создавать архивы в организации. И это связанные процессы по какой причине? Архивное дело начинается там, где заканчивается дел производства. Дело производства – это оперативное управление документами, но документы, закончив свое, скажем так, оперативный этап жизненного цикла своего, то есть сослужив ту службу, ради которой они были созданы, выполнив те задачи, то есть в тех целях, ради которых эти документы были созданы, они переходят на архивное хранение. Это не смерть документа, это другая ипостась его жизни, другая часть его жизненного цикла. Поэтому обязательно эта связь есть. И еще раз напомню, в курсе дел производства, документационного распространения и управления, как логическое завершение этого жизненного цикла документа, естественно, мы говорим о модуле, который посвящен архиву. Это всего лишь 4 часа, но мы этот момент охватываем. Есть также курс дел производства уровень 2, и здесь мы говорим уже об электронных системах. Это как раз-таки ответ на те вызовы времени, о которых мы с вами говорили. Как создать системы электронного документа оборота в организации. Более здесь даже можно широко как управлять документами электронно, как создавать систему управления знаниями и так далее в организации. Это достаточно обширная тема. В 16 часов мы говорим об этом. Но есть и поддерживающие другие курсы, есть и курс неизолирован, то есть он все-таки вписан, так сказать, в цепочку, и он позволяет двигаться, скажем так, в разных направлениях, в зависимости от того, что требуется вам или организации в целом, какие задачи перед вами поставлены, какие есть этапы развития, какие есть перспективы. Здесь есть возможность продвижения. Поэтому курс неизолирован, он, так сказать, погружен и окружен курсами, которые ему в этом смысле, скажем, подходят по тематике. Поэтому здесь мы можем говорить и о курсах, которые касаются и чисто офисных программ, то есть и Word мы можем поизучать, и Excel мы можем поизучать, и PowerPoint мы можем поизучать. Это всегда полезно. Кстати, в курсе, о котором мы с вами говорим, дел производства, комбинационное обеспечение, управление, Word нам весьма полезен, потому что девятый модуль, последний модуль, который идет после архива, девятый модуль как раз-таки посвящен практическому заданию. То есть мы весь курс, весь модуль занимаемся, у нас практическое задание. Работаем мы в Word, поэтому, конечно, знание Word здесь, в общем-то, тоже вполне приветствуется. Ну, Excel в прямом смысле нам здесь не нужен, но вы понимаете, что Excel это, в общем, очень неплохая программа, которая помогает во многих деятельности. В общем-то, в офисной служит она по очень многим направлениям и аспектам, поэтому эта программа весьма может пригодиться. А также есть программы и другие смежные, скажем, направления деятельности. Это помощник руководителя и офис-менеджер. То есть это те, кто, в принципе, так или иначе связаны в определенном смысле с работой с документами, они сталкиваются с этой тематикой, имеют дело с этими документами, имеют дело с различными документами, поэтому они могут этой тематикой заинтересоваться. Это также им может быть полезно. Ну, безусловно, еще нужно отметить, что сейчас достаточно широкий, так сказать, охват тем. И, конечно, мы не только можем не, скажем, не сосредотачиваться только, не замыкаться, скажем так, только в делопроизводственном обслуживании управления. И весьма и весьма приветствуются, скажем так, владения смежными определенными профессиями и сферами деятельности. Например, то есть кадровый, специалист по кадровому делопроизводству, специалист по общему делопроизводству. Это вполне, так сказать, совместимые и смежные, близкие работы и направления деятельности. Юрист, если есть подготовка, например, юриста, кадровика, подготовка юриста вполне очень пригодится, может, также в сфере деятельности вот этой, о которой мы с вами говорим. Айтишника также, да даже бухгалтера, потому что в той или иной степени мы охватываем, когда мы работаем с документами, мы коллеги волей-неволей обязательно обратимся и будем иметь дело вот с этими перечисленными, конечно, со всеми другими. Мы обычно общаемся со всеми структурными подразделениями и с большинством сотрудников организаций. Вот с этими направлениями мы достаточно крепко и тесно связаны, и поэтому подготовка и определенные знания в этих сферах, они обычно бывают только в кассу, обычно бывают только полезны, никогда не повредят. То есть, скажем, чем шире охват нашей подготовки здесь, как уже было сказано, документационное обеспечение – это управление знаниями, документами, оно, это широкое понятие, поэтому оно может быть полезно. И это полезно разным сотрудникам, сотрудникам, которые связаны со сферами делопроизводства, документационного обеспечения, управления, практически все, кто с этим связан, и секретари, и делопроизводители, и помощники, они в любом случае с этим связаны, ассистенты, конечно же, архивариусы. И очень важно, чтобы также руководители были в этом вопросе, ну, скажем, может быть, не так уж специалисты подготовлены, на всякий случай, чтобы они понимали, о чем идет речь, и шли на контакт, потому что мы были заинтересованы в этом, потому что мы уже говорили об этом, и на курсе мы об этом много говорим. Роль руководителей в создании систем документационного обеспечения, управления в организации, она не может быть переоценена. То есть, это очень существенный момент. Значит, и что касается документов об окончании, то выдается либо свидетельство, либо удостоверение, и может быть создан в электронном виде сертификат по запросу слушателя на английском языке. Он создается только в электронном виде, будет сгенерирован в личном кабинете слушателя, если он нужен. Свидетельство об окончании выдается в том случае, если нет диплома о высшем образовании, и удостоверение о повышении квалификации подается в том случае, если у слушателей есть образование высшее в любой, абсолютно в любой сфере деятельности. Значит, если у вас остались вопросы, то на экране мой служебный электронный адрес. Я всегда готова и всегда рада ответить на вопросы, которые появляются и после занятий, после того, как курс завершен, и, естественно, в процессе обучения. Служебный мой электронный адрес. Слевинаспециалист.ру И, если есть вопросы к центру, то по этому телефону, который здесь указан, может ответить на ваши вопросы специалист центра. Если сейчас никаких вопросов больше нет, коллеги, то, собственно, так сказать, мы с вами завершили работу. Если какие-то вопросы появятся, то и я, и специалисты центра, да, конечно, запись будет выложена, но это уже будет сделано специалистами центра, коллеги. То есть это уже не в моей компетенции. Запись будет обязательно. Если есть вопросы, то обращайтесь. Возможно, с кем-то мы с вами увидимся на курсах. Ближайший курс 6 числа, то есть ближайший понедельник. И расписание курсов на сайте. Там достаточно разнообразные есть варианты и днем, и вечером, и по выходным. То есть центр специалист это обязательно предусматривает, что есть разные варианты, чтобы было удобно выбрать. Поэтому, если мы на сегодня вопросов нет, то тогда мы заканчиваем с вами на сегодня работу. Всего доброго. До свидания. И спасибо за интерес к теме. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...